Значит, это у нас уже вторая конференция, посвященная памяти Александра Дмитриевича Ананина. А где первая была? В Бразилии, да? Нет, первая тоже онлайн была. Когда? Здесь! Здесь! Да, да! Посвященная памяти Александра Дмитриевича Ананина. Значит, это был замечательный человек, очень такой романтичный, предан был математике. Все силы и всю энергию отдавал работе. Ну и интересный человек тоже. Ну и спасибо большое, что приехали. Ну и первый доклад у нас делает Елена Юрьевна Америк. Только Екатерина во-первых, а во-вторых Америк. Екатерина Юрьевна Америк. О алгебраических, каизотрупных, по многообразиям, каломорфно-синфликтическом многообразии. Спасибо. Спасибо за приглашение. Встретила Сашу Ананина, когда он приезжал, он уже жил в Бразилии, он приезжал на год в лабораторию в Москве, в лабораторию Богомоловскую. И потом несколько раз тоже звал нас в Бразилию на какие-то конференции. И, конечно, он нас очень впечатлил своим энтузиазмом, щедростью. И когда он умер, это был большой шок для всех. Вот, я буду рассказывать про совместную работу с Федериком Кантомат. И занимались мы следующим. Давайте рассмотрим Х. Голоморфно-симплектическое многообразие. Это ничего особенно страшного не значит. Это просто значит, что на нем есть голоморфная форма, которая симплектична. Давайте ее назначим сигму. Голоморфно-симплектическое многообразие. То есть, набженная голоморфной формой сигмы, которая симплектична, то есть нигде не вырожденная. Нигде не вырожденной. Ну и замкнутая она должна быть, но многообразие обычно, как минимум, Келлерово. То есть, все голоморфные формы на нем замкнуты. А у меня оно будет еще и проективное. Вот здесь вырожденная сигма. То есть, получается, что размерность Х четная. И соответствующая степень сигма тревиализует, что называется, канонический класс Х, например, детерминатку касательного расслоения. Под многообразие З, будем называть коизотропным. Если сигма максимально вырождена в ограничении на З, если касательная пространства З содержит свой ортогонат. по отношению к сигме, то есть ко-ранг ограничения сигмы на З максимально. Он не может быть больше, чем ко-размерность З. Вот когда он равен ко-размерности З, под многообразие называется коизотропным. Ну, в частности, по городским причинам, любая гиперповерхность коизотропная. Потому что Х был в четной степени, гиперповерхность в четной степени. Соответственно, сигма не может быть не вырождена на Д. Ну, вот, ко-ранг будет единиться. Ну, и лавранжевое – это многообразие. То есть ограничение формы вообще нулевое. Тоже коизотропное, но вот изотропное и коизотропное одновременно. Вот. Ну, если у нас есть гладкое коизотропное под многообразие, значит, если же дваждое или затропное, то тогда ядро подключения сигмы определяет слоение. Регулярное слоение. Все эти под многообразие комплектные, да? Да-да-да, конечно. Ну, и только комплектные. Ну, голоморфные, да, вот. Ну, да-да-да. С самого начала. Вот. Все голоморфные. Более того, даже проективные они будут, но не только для проективных апельсорий. У нас все приятно. Вот. То есть это, как бы, доклад по алгебраической генереи. Вот. Определять регулярное слоение. Ну, ранга, естественно, равного вот к размерности. Вот. И мы будем говорить, что Z алгебраически коизотропно. вот если листы этого слоения, это под многообразие. З алгебраические под многообразие, поскольку мы тут в проективном контексте. Ну, то есть, что это значит? Это значит, что у нас есть расслоение Z над какой-то B. вот такое, что слоение касательно к его слоям. Ну, относительно размерности. Давайте я уже только размерность как C обозначу. Вот. Что можно сказать об этих слоях? Они все гладкие, но некоторые из них кратные. То есть, там, где нетривиальная глановая, услоения, они кратные. На B возникают особенности, это факторы особенностей. Здесь, так, может быть, напишу в виде замечания. Будем бы сверху. Там, слои F гладкие, но это не значит, что F гладкое отображение. Там, конечно, дифференциал не упадает, где-то. Красная, если нетривиальная, голономия. Ну, и у B факторы особенностей. А что дальше нетривиальная голономия? Что такое глономия? Слоение? Нет, я не знаю. Нетривиальная глономия, у слоения что-то такое? Ну, у листа слоения может быть нетривиальная глономия. Там фундаментальная группа действует на чём? На трансферсальном. Ну, понимаете, да? Да. А почему, если оно нетривиальное, то кратно должен быть слой? Ну, потому что все остальные наматываются на него. Вот у вас слой с нетривиальной глономиями, и соседние слои вот они делают вот так. То есть дифференциал отображения вырожден вдоль слоя, и в такой общей точке, как бы если у вас кратные слои вдоль дивизуара, на самом деле там можно понять, что отображение выглядит как... Там одна из координат возводится в эту степень, там некоторые координаты пропадают. Ну, ну, понимаете, да? Вот. Угу. Так, хорошо. Ну, и возникает вопрос, в каких случаях это самое характеристическое расслоение действительно выглядит вот так. Когда под многообразием Z влагопроводически поизотопно. Вот это называется характеристическое расслоение. Вот это называется характеристическое расслоение. Ну, например, если Z, то, что называется урнелинейчатое, покрывается рациональными кривыми, то легко видеть, что это как раз вот тот случай, когда характеристическое расслоение на самом деле является расслоением. Если Z покрыто рациональными кривыми, то у него есть, что называется, рациональный фактор. Такое рациональное отображение в какой-то кур. Такое, что его слои – это такие максимально рационально связанные под многообразие. Слои состоят, вот, слои через точку X состоят из всех точек, куда можно цепочками рациональных кривых из этого из дотянуться. Вот. Это, вообще говоря, нерегулярное отображение, но можно разрешить ему особенности. Это R – рациональный фактор. Вот. И это будет такая модификация, это будет, не знаю, G. Вот. Здесь слои, слои рационально связанные. Ну, то есть через там любые две точки проходит цепочка рациональных кривых. Вот. Они обладают тогда тем свойством, что на них никаких форм нет вообще. Вот. Соответственно, вот здесь у нас была эта сигма. Мы ее подняли назад с волной. Вот. Она стала, ну, кое-где стала вырождена, конечно, но в общей точке она все равно такая честная, симпатическая. Ну, не симпатическая, мы ее ограничили уже. Вот. У нее ядро такое же, как он. Ой, извините. Если Z по креторациональной кривой, то цепочка не двинется. Про этот случай хотела сказать. Вот. То есть здесь у нас, вот мы взяли гиперповерхность, то есть, соответственно, коранг сигмы, там ядро у нее одномерное. Да? Ядро у сигмы тильда в общей точке тоже одномерное. Вот. Соответственно, получается, что слои G тоже одномерные. Вот. Так. Рационально связанные. То есть форм на них нет. Не только два формы, но и один форм тоже нет. Вот. Соответственно, сигма цельда должна быть прообразом какой-то формы с базы. Вот. Ну, а поскольку ядро у нее в общей точке одномерное, там понятно, что относительно размерность G равна единице. Вот. И вот эти вот рациональные кривые, которые общие слои G, они-то и есть слои нашего характеристического слоения. Вот. Слои E, общие слои G, это P1, ну и, соответственно, F, листы F, это рациональные кривые. Вот. Хорошо. Вот если гиперповерхность покрыта рациональными кривыми, она алгебраически коизотропна. Коизотропна-то она всегда как гиперповерхность, но тогда алгебраический коизотроп. Вот. Вот. С другой стороны, там, карема, которую доказали Хванг и Филер, году так, в 2008. Вот. Вот. По-прежнему С равно единице, по-прежнему Z гиперповерхность, но теперь она пусть будет не покрыта рациональными кривыми, а наоборот, то есть максимально далека от того, чтобы такой являться. Если Z общего типа, скажу, что это такое, то F не может быть алгебраически коизотропным, кроме тривиального случая, когда Х поверхность и Z кривая. У меня алгебраически коизотропна, кроме тривиального случая, когда размерность Z равна единице, ну и размерность Х, соответственно, равна 2. Вот. Что значит общего типа? Это значит, что его каноническое расслоение положительное. То есть каноническое расслоение или канонический класс – это старшая внешняя степень укасательного. И вот когда у него, что называется, много сечений асимптотических, когда мы берем его тензорные степени, и размерность пространства сечения этого дела растет как M в степени, размерность многообразия общего типа. Это значит, что это значит размерность пространства сечения. Ну, Z у нас только общего. Канкласс Z в степени M растет как M в степени размерность. Это самый быстрый и возможный рост. То есть много-много сечений у канкласса. Когда покрывается рациональными кривыми, никаких сечений там нет. То есть это как бы противоположный случай. Вот. Ну, что мы, опять же, с Кампана сделали несколько лет назад, уже довольно давно. Мы интерполировали вот между этими двумя. Внешне. То есть, значит, кульс. И. И. Не. Не. И. 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 не покрывающие ну и гладкая конечно все гладко алгебраические тогда я хочу сказать что ну любая гиперповерхность каизотропная вопрос является ли она алгебраически каизотропной тогда и только тогда когда с точностью до конечного неразветвленного накрытия эта картинка есть произведение чего то голоморфно-симплептического вот с этим тривиальным случаем кривой на палец там с точностью конечного неразветвленного накрытия з это с на у а х это с на у где у голоморфно-симплептическая с кривая с поверхность произведение какого-то голоморфно-симплептического многообразия на вот такую тривиальную палец ничего больше быть не может вот ну в частности в частности как учит нас федя богомолов любое голоморфно-симплептическое многообразие с точностью до накрытия это есть произведение тора и скольких-то неприводимых голоморфно-симплептических вот гиперпеллеровых в частности если если икс неприводимая то никаких алгебраических каизотропных ну все алгебраические каизотропные гиперповерхности в х у не линейчатые Вдор, гладко-алгебраический мезотроп на внутреповерхность, всегда у нелинейчика. Ну что значит неприводимая? Есть теорема Богомолова, которая говорит, что богомортно-синтетическое мегаобразие с точностью до нелинейчика конечного накрытия. Это произведение. Ну, с точностью до накрытия, не буду уж писать какого, ну, конечного, не разветвленного. Это, ну, какой-то тор, да, произведение из китых, из китых неприводимых, то есть односвязные и с единственной источностью до константы голоморфно-синтептической формы. Раз, раз, на голоморфе, на два форм, на х, порождено вот одной симпатической формы. И они же гиперкалеровые, в общем, их любят люди изучать. В общем, если оно такое, там никаких неонелинейчатых алгебраических и изотропных гиперповерхностей просто нет. Ну, и, соответственно, возникает, конечно, вопрос, а почему, почему все время гиперповерхности, да, что, что будет, если, что будет, если С не равно, извините, ЧП в старшей коразмерности. Ну, во-первых, уже, конечно, совершенно не любое подмогообразие коразмерности 2, да, будет каизотропным. Гиперповерхность любая была каизотропная. Вот, подмогообразие коразмерности 2 обычно не каизотропное. Это такое когомологическое условие. Сейчас каизотропное. Это когомологическое условие. Обычно оно не выполнено. Обычно, там, если, ну, гад взять, подмогообразие коразмерности 2, каизотропным оно, конечно, не будет. Но, тем не менее, есть примеры, которые, ну, вот, не такого вида. То есть, например, если у вас на неприводимом гламошно-симплетическом многобразии, чем они замечательные, там есть такая форма Павиля Богомолова. Значит, на H2 есть такой аналог формы пересечения на поверхности. Ну, и форма Павиля Богомолова. Если взять, пересечь 2 гиперповерхности, у которых это Павиля Богомоловское пересечение, нулевое, вот это будет алгебраический каизотроп. Ну, его еще найти надо такое, чтобы гладкое было. Ну, вот, один из источников, это взять лагранжевое расслоение. Если, довольно часто бывает, что на таком, значит, гиперголировом многообразии у нас есть лагранжевое расслоение. Если микс над ПН, вот оно двоймерное, да, если оно лагранжево расслаивается над ПН. Ну, собственно, оно, когда расслаивается, это всегда лагранжевое. Об этом сейчас говорю. Вот если взять обратный образ чего-нибудь на базе, если дни, это обратные образы, видно на первой вот категории, и тоже гиперповерхностей, то в Бавиле Богомоловское пересечение у них будет нулево. Соответственно, там легко видеть, что обратный образ вообще под многообразие любого там коразмерности 2 в ПН будет алгебраически каизотропным. То есть, минус 1, А1, А1, А2, 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 и вообще, И минус 1, А2, да, ну, Z уже я использовала, давайте, допустим, назовем В, да, а не каизотропные. Но совершенно не алгебраически каизотропные, вообще говоря. То есть, если наша гипотеза верна, они... Что значит каизотропные, но у него невероятные слоения? Слоение он невероятные слоения. Каизотропные, это если ранг ядра ограничения симплектической формы максимально, там возникает слоение, но его листы, конечно, абсолютно там могут как-то... Я забыл спросить, слоение возникает, а условия фрагмениуса все автоматически... Из замкнутости следовать. Ага. То есть, конечно, априорит, там, если... Он интегрируемый, он просто понятен. Ну, интегрируемый следует из замкнутости формы. Так, значит, что-то такое можно брать. Вот, ну и, собственно, вопрос, которым мы задались... Значит, пусть Z в X, ну, как раньше, да, к размерности C, главная, гладкая, то есть алгебраически каизотропная, под многообразие, к размерности C, неонелинейчатая, верно ли, что с точностью до конечного накрытия Это хозяйства есть произведения Лагранжева на что-то, верно ли? С точностью до конечного, неразветвленного накрытия X это Y на... не знаю, на что... на... на... ну, нехорошо, о, обычная открытая, пусть будет на T Z это Y на N, значит, Y гламорфные символы, Y и D гламорфные симпатические То есть когда у нас была коразмерность единица, тривиальный случай был кривая на поверхности Ну, она, конечно же, Лагранжева, да, в частности Теперь просто Лагранжева под многообразие гламорфно-симпатическое Вот такой тривиальный случай алгебраической каизотропии Верно ли, что все остальные из него получаются произведения Вот, ну, в частности В частности Вот, как вы помните, в теоремах Ванга-Фи-Вега там была гиперповерхность общего типа, да? Вот она не могла быть алгебраически каизотропной Здесь получится тоже, что под многообразие общего типа Если оно алгебрически каизотропной, оно Лагранжево, да? Потому что у гламорфно-симпатического многообразия не вот тривиальный конкласс То есть если мы умножаем на что-то гламорфно-симпатическое, мы общего типа никак не получим Вот, там, ну, меньше будет скорость роста, пространство сечения и вот конкласса В частности, верно, что если же это общего типа, то же это обранжево Вот, ну и про неприводимое гламорфно-симпатическое тоже, по идее-то Верно ли, что на неприводимом Ну, что если х неприводимое Ну и z неумнелинейчатая, там гладкая и все такое, то z погранжево Вот, и на этот вопрос мы ответить можем Да, все правильно, там аналог теоремы Хланга-Филега получается Вот, а на этот вопрос Ничего не понимает А вот, то есть, что мы можем доказать Так, теорема 1 Это что? На первый вопрос ответ утвердительный Действительный Аналог теоремы Хланга-Филега мы доказать можем Что? На этот первый пункт Если z большего типа, то z лагранжево, это да И теорема 2 Такая смешная теорема в тривиальном случае Скажем так Если х это тор, то да, все правильно Все верно Если никто Ну это как бы 1 или 2 Что? Все верно и какой-то пункт Ну вот большой вопрос А, большой Вот этот большой вопрос Что с точностью до конечного накрытия Можно все развалить в произведение Лагранжево и чего-то Если то, то верно Но это в каком-то смысле Ну идиотский случай Да, потому что Конечно, вот Неприводимые гламурфно-симплектические В общем-то они более интересные Вот Ну по крайней мере в идиотском случае Ответ на вопрос утвердительный Вот Ну и как примерно это доказывается Значит, идея доказательства Доказательства Теорема 1 Вот Она примерно такая Что Ну вот у вас есть там Алгебраическая кризотропная Многообразие Мы уже договорились Что оно Что с ним связано Расслоение Да, собственно В чем алгебраическая кризотропия Случается Это что ядро формы Касательно к слоям Некоторого отображения Значит, вот это Характеристическое Расслоение Да Ну, это будем называть Его общий слой Вот Первое наблюдение Состоит в том Что Ну вот я вас пугала Кратными слоями Там где была номер Там все такое Первое наблюдение Состоит в том Что кратных слоев Там на самом-то деле В коразмерности 1 нет Значит, у f Там Как это Значит Ублюдение 1 У f Нет Кратных слоев В В коразмерности Никого не смущает Происходит Происходит Она Из Некоторой формы На b Которая В подходящей Внешней степени Тривиализует Конкласс Тривиализует Тривиализует Тривиализация Тривиализация То есть n-ц Тривиализация Тривиализация Кратных Тривиализация 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 М Continua Тривиализация Триви manage 2, значит, f изотривиально, изотривиально, если только выполнены некоторые условия, то есть зачем нам, собственно, нужно, чтобы z было там общего типа или что-нибудь, если только выполнены некоторые условия на f. Что мы хотим от f? Мы хотим, чтобы у f было что-то типа многообразия модуля. Если точно у f есть то-то типа многообразия модуля. Нет, я имею в виду, что у f есть многообразие. Многообразие модуля, оно бывает не всегда, да? Да, да, да. Ну, в смысле, можно его и деформировать, да? Нет, я имею в виду, что деформации f запараметризованы чем-то вот таким очень хорошим, героическим, ну, понимаете, да? То есть, собственно, наша вот, ну, первая версия нашей теоремы, там было условие сильнее, чем z общего типа, там было условие, что кон-класс z, ну, оно сильнее и слабее одновременно. В общем, нам требовалось, чтобы кон-класс был полуобилен. Вот. Если, например, кон-класс r полуобилен, то тогда у поляризованных многообразий с полуобильным кон-классом есть многообразие модуля, и вот в смысле f вега там, ну, мне не очень хочется сейчас какие-то подробности вдаваться. Вот. Многообразие модулей давайте его обозначим m. Вот. Что тогда? Что тогда? У нас есть вот модулярное отображение из базы этого семейства, у которого f в слой. Вот, m. Вот. И тогда есть результаты, принадлежащие, ну, в основном, наверное, f вегу зо, что у к касательного расслоения к b есть положительный такой вот пучок. Ага, вот. Тогда там, f вегу зо, учат нас, что у омега-1b к касательному есть положительный под пучок. Ну, давайте, пусть здесь такая пензерная степень, на самом деле, должна. Есть там под пучок ранга-1b, ну, обратимый, да? Вот. L. Такой склад, размерность кадаира и L. Ну, вот это вот та самая скорость роста пространства сечений, про которую я вначале говорила, равна размерности образа m. Ну, то есть вот есть пучок со свойством положительности, это надо так понимать. Вот, с другой стороны, учат нас другие люди, то есть, видимо, miaoka, но немножечко это надо подправить, это сделали компана и пауна достаточно недавно. Мияока, плюс, плюс эпсилон, вот это эпсилон, оно произойдет компана и пауна. Вот, они говорят наоборот, что ли? У этого пучка все факторы пучки положительные. Вот, ну, собственно, подпучки должны быть отрицательными. Значит, любой фактор пучок омега 1b, неотрицательной степени, да, достаточно общий, достаточно обильный икрик. Ну, и противопоставляя вот эти вот два утверждения, просто получается, что нулем тут должно быть все. Вот, этот самый, эта самая размерность, когда ее изменитая, она должна быть нужна. Значит, без этого следует, что размерность отрезомю нулевая. Так, здесь строится пучок со свойством положительности, ну, как бы не отрицательности, а здесь говорится, что они к тому же и не положительные. Ну, то есть так же. Так, вот, ну, прекрасно. И, естественно, когда мы знаем, что f изотривиально, когда мы знаем, что это почти что произведение, причем с чем-то, у чего конкласс нулевой, ну, конечно, общего типа оно быть не может. Ну, и z не общего типа, если только b не точка, конечно. Если вот, когда b-точка, это и есть наш тривиальный случай, лагранжевая многообразие. Если бюджетная, бюджетная точка. А вот это, вот этот случай как раз и есть лагранжевая. Вот это примерно так доказывается теорема 1. Так, теорема 2 доказывается, ну, более-менее отрицательно. То есть, например, если теорема 2 утверждает, что, ой, я даже уже забыла, кто из них 1, кто 2. В общем, одна из них про общего типа, другая про абелевое многообразие. В общем, про абелевое многообразие это просто совсем. Особенно это просто, если абелевое многообразие простое. Если у него нет никаких собственных абелевых многообразий. Вот, значит, про абелевое многообразие. Абелевое многообразие, если... Ну, про торы, да, но поскольку я в алгебраической ситуации, конечно, вот это вот все верно только в алгебраической ситуации. Поэтому это работа по алгебраической геометрии. Вот, соответственно, если х, то абелевое многообразие. Вот. Ну, самый простой случай, это если х простое, да? Если простое, абелевое многообразие, то есть не... Не разлагается произведение. Не разлагается произведение. Да, то есть нет собственных абелевых многообразий. Ну, понятно, не разлагается произведение после конечного накрытия. Теорема План-Карай, что утверждает, что если есть абелевое многообразие, то есть как бы почти дополнительное к нему. Они там в конечном числе точек могут пересекаться. То есть надо поднакрыть, чтобы разлагалось произведение. Нет собственных абелевых многообразий. То, почему ответ на наш вопрос вот такой какой должен быть, потому что, на самом деле, у таких все под многообразие общего типа. Любое, ну, если не точка, под многообразие Z общего типа. Так что, так что получается, так что алгебраически-изотропное, значит, Лаграндовое. Вот, если непростое, ну, это линейная алгебра, более-менее, которой я сейчас не хочу вас утомлять, потому что время моё практически вышло. Я хочу, скорее сказать, значит, непростое. Там бесконечно всё разваливается в произведение, поднакрывая. В общем, это несложно. Что я хочу сказать, это, что, ну, прекрасно, вот мы доказали, что если алгебраически-изотропное, то Лагранджево. Смешно, что Лагранджево в подмогообразии простого абелевого многообразия никто никогда не видел. Но в том числе, но доказательства, что их не существует, тоже нет. То есть эти часы стоят, конечно, уже без восьми. Как-то так, что-то вроде вопрос естественного. Ничего, когда время кончается, после этого чекеннадия. Ага. Ну вот я, наверное, закончу просто вот этим вот вопросом. То есть вопрос, что ли, вопло, есть ли Лагранджево подмогообразие у простых абелевого многообразия? Ну, конечно, не кривая в поверхности, да? У Лагранджево есть подмогообразие у простых абелевых многообразий размерности. Выстребравные четырём. Вот. Их нету достаточно общих. Если абелевого многообразия достаточно общая в смысле теории Ходжа, ну, сейчас у меня нет времени там толком рассказывать, что это значит, но группа Мамфродо-Тейта у него, если большая, это значит, что в его кагмологиях очень мало подструктур Ходжа. То есть, ну, в H2 у него там только поляризация и ортогонал к ней. Вот тогда легко видеть, что Лагранджево подмогообразие нет. Почему легко? Ань? А почему легко? Сейчас скажу. Если и общая мысль теории Ходжа, то есть группа Мамфродо-Тейта, это синдетическая группа, ну, не буду уж не снять детали. Значит, из этого следует, что в H2 нет подструктур Ходжа, кроме поляризации, ну, давайте я H буду называть Z на H, и Z на H ортогонал, ну, это вот очень обидный генизор, да, мы же H проективная, вот, тогда у этих самых Лагранджево подмогообразие нет. Вот, почему их нет? Потому что если у вас, если у вас есть тут какой-то Лагранджево подмогообразие, на него симпатическая форма одна ограничивается нулем, а поскольку то, что ограничивается нулем, это под структура Ходжа, они все должны ограничиваться нулем. Ну, а такого не бывает, если размер здесь больше единицы. Что это все? Формы 2.0. Вот. Лагранджево подмогообразие нет, так, так. Если сигма на Z равно нулю, то и все остальные тоже должны быть нулями, да? Вот. То весь H2 нот, все голоморфенные два формы на Z нулевые. Ну, а это, ну, не может быть. Вот. То есть, там, значит, размерность Z равно единица, если она больше, чем... Ну, это, соответственно, ограничивается. Х1, то есть мы вот в этот тривиальный случай попали. Вот. Так что, не очень понятно, как это можно было бы доказать. С другой стороны, контрпримеры тоже, скорее всего, там нету никакого способа их строить, потому что, ну вот, не знаю, можно надеяться, что, может быть, там, не знаю, вложить кривую в якобианы, как-то из этого получить вагранжево подмогообразие. Нет, это не работает. Потому что якобианы бывают общие в смысле теории Ходжа, и даже якобианы гипералептических кривых бывают общие в смысле теории Ходжа. То есть это вот такое немножко, ну, свойство, которое... Особенно ничего общего с геометрией не имеет. Так что, в общем, это нетривиальный вопрос. Если у кого-то есть соображения, мы их будем очень рады послушать. Спасибо. Есть вопросы? Там есть какие-то головорто-симпетические, которые даже не Кэллеров, про них еще неизвестно. Ой, я с ними никогда не имела дело. То есть, вот, я не знаю, Миша с Никоном Курносовым, там что-то такое изучаем, с Федитом Богомолова не я, просто не Кэллера, а в случае не знаю вообще ничего. И там никто особо больше не сказал. Ну, потому что они есть, никто особо ничего не знает, да? Ага, ну, может быть. Ну, просто вопрос такой, знаешь, что они есть. Ага, ага. Ну, я говорю, что я как бы алгебрической геометрией снимаюсь. То есть, мне приятно, когда есть разложение Ходжа, вот всякие такие вещи, а когда его нет, я не знаю, что делать. Хорошо, давай через полу-теград. А что у нас сейчас перерыв? А потом нужно приинтаркать.